Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот эта атака могла еще более опасной получиться сходу В принципе атака сходу-то и вышла самая результативная Каждый из игроков этого сочетания уже сумел отметиться голом И Песанин, и Иманин, и Обухов А здесь видим, что завершил как раз таки атаку вот тот вот самый хулиган Дмитрий Обухов Второй игре и вчера не отличился Вот сейчас Пильстрим идет вперед, бросает, попадает в ногу игроков Жесткий покой Морев под поезд попадает Ну вроде бы все нормально Условно, да, наверное, к началу серии новой команда, та, которая меньше отдыхала Она имеет, может быть, какое-то минимальное преимущество Все-таки тонус Играла в третьем периоде Ну, так, неоднозначное удаление Ну, мы уже говорили о судействе Неоднократно, что Судьи довольно либерально смотрят на некоторые моменты Опасный момент Вот сейчас возникает у ворот Оборулина Антипильстрим Прострельную передачу Немножко под другим углом поставь И, конечно, оказалось бы в воротах И сейчас Не хватило точности Титинскому нападающему Отроцот Гол! Антипильстрим! Это была лишь отсрочка Заброшенной шайбой Антипильстрима Тогда, кстати говоря, шайба пол штанги угодила Ну, либо в щиток Барулина Давать шайбу из собственных ворот Ну и, наверное, опять можно предъявлять претензии Константину Барулину Если так, давайте посмотрим Может быть, тут рикошет был Он просто не видел броска Или же не видел, на самом деле, броска В самый последний момент Вот смотри, был заслонен здоровенным Степаном Захарчуком Самым бросающим является Евгений Медвинов У него 17 бросков В предыдущих семи встречах И 14 у Ильи Викулина Вчерашнего именина Сейчас на добивание вновь Сергей Зиновьев рвется вперед Уезжает за шайбой в углу площадки Быстренько отдает Филатов Филатов обратно передачу Зиновьев бросает попытка добить Еще две минуты Да, поднят вверх рука арбитра Поперника в спину Инкриминирует ему, но тут точнее в грудь Партнеры Займут свои места, свои позиции Атюшов Хороший перевод Успевает переместиться на Барулин Прежние игровые рельсы И вот хватку нельзя ослабевать Но Казань это прекрасно понимает И понимает, что нужно игру в чужую зону Гол! Капанен Ника Капанен Ну вот и первое звено Как Барса наконец-то сказала свое веское слово Ну что, не забиваешь, ты забиваю тебе Четыре минуты Большинства Заиграли в пятером Ника Капанен По сути дела организовал Атаку Получил ответ на передачу И точно бросил над плечом Иру Таргель Вот так вот жалит стартовое звено Сейчас был, кстати, на площадке Николай Жердев Этому потребовалось время на обработку Николин Перевод на Морозова Смотри, как самоотверженно готовы играть у Финца Николин ушел Морозов Двух практически Николин уложил у хоккеистов на лед Но одного точно А вот антипейстам там Бо! И момент, и шайба в воротах Три-два Вот это да Обзор Ну и Зариков тоже там находился, конечно Оставляет шайбу Покатили у Финца Возвращается шарю к десятому номеру Этот входит на скорости в зону Бросок по воротам! Виталий Атюшов Сравнивает счет Три-три Вот это хоккей у нас Надействовал Виталий Атюшов Что называется на опыте Куда тут торопиться? Подъехал лучшую позицию И шмальнул под планку Тащи Барулин Три-три Блеск Пельстрим классно здесь тоже сыграл Закрыл обзор в воротарю Ну даже если С достаточно комфортным счетом Одна из команд выигрывает Как-то вчера Ох, какой момент! Четыре-три Да Второй гол Кирилл Петров забивает в Уфе Да Тюшова нанес Хлёвский бросок Кирилл Петров И пробил Иро Тарко Как-то шайбы сегодня Не ловится воротарями Да, вот вспоминаю Историю С Александром Филимоновым Да, который Пропустил тот Злосчастный голод Андрея Шевченко Не сыт Футбольным болельщикам Соль на раун Ну я не про соль хотел заговорить А про мёд Я не знаю Там шутил Филимонов или нет А тот сказал Перчатки не были Как-то там чем-то Нужным смазанным Он сделал передачу На пятачок Там была опасность Рикошета Но все для казанцев Сложилось благополучно А там Какие стакбатсы Пал как подкошены Бодрову досталось В том столкновении Ну и сейчас Смотрим мы Какое решение Вынесет Арбитр Сытка погасить страсти Зубарев Ну вроде ничего такого Сверх не делал Хотя ручки-то заставлял И тут наверное Не очень удачно Скоро узнаем Выйдет он на лед Или нет Да Ну что ж Большинство Хватило да Мирославу Блатика Чтобы Выкатиться на Морозова И помешать Там оправдал Ждя там Николин гол Какой гол а Но теперь точно Николин Да Уже наверное Никто не оскорит Авторство Этой шайбы Никулина Ну Давайте все таки посмотрим Повтор Ну сложно Опять сложно Как то она резко взмыла Да Неужели все таки Морозов Успел там Подкорректировать Шклак Барса В этом матче Король пятака Сегодня Никокапанин Ну еще одно удаление Против Песанина Были нарушены Правила там Поменьше неприятности Но тем более Тем не менее Вот первый гол Слават Казанского Альбарса Начал как раз По крайней мере Да вот видишь Изначе Латов Она соответственно И выстраивает план На определенную игру Против определенного соперника Пильстрим с Голубевым Тут схлестнулись Уже не первый раз Пытается Голубев вызвать Пильстрима На поединок Ну вот Сейчас видимо Уже у Пильстрима Нервы не выдержали Подъехал из Зубарев Тоже Горячий парень Вступиться За Своего партнера Почет На самом деле Вот Голубев Своими действиями Очень напоминает То как Лео Комаров В составе Московского Динамо Играл Даже внешне Какие-то Сосмы можно найти Такая Омоложенная Версия Много пауз Ну давайте посмотрим С чего там все началось Ну вот Завалил тут Голубев Пильстрима Пильстрим попытался Встать Начал попадаться Голубевым Но мне кажется Если бы не стал Обнимать Так зашел Пильстрим Может быть Голубев Выровнять Ситуацию И Психологическое Преимущество Сейчас На стороне Казанской команды Преимущество